Судя по тому, сколько на мероприятии школьников в парадной форме, можно подумать, что в Новолитовске отмечают 1 сентября или выпускной. Но нет, так в селе празднуют открытие временной переправы через реку. Но название этой речушки теперь знает вся Россия. 23 февраля в праздник обрушения моста через Литовку стало одной из главных новостей даже федеральных СМИ. Произошло все внезапно, но, к счастью, никто не пострадал. Обвинили тогда водителя большегруза, хотя потом вспомнили. За несколько дней до аварии в крае о проблеме аварийности мостов говорили довольно активно. Но все разговоры закончились тем, чем закончились. Пески возили день и ночь, знаков никаких не было. Они говорят, что знаки были. Где они были, знаки? Любой села пусть скажет, были знаки или нет. Мост через реку Литовку действительно имел и большую нагрузку, и огромное значение, являясь связующей между двумя крупными городами – Находкой и Владивостоком. Когда он обрушился, автомобилистам предложили делать крюк в несколько километров через распаханные поля и насыпь на реке. Позже такую же соорудили прямо у обрушившегося моста. Новый капитальный мост через Литовку губернатор построить обещал, отметив, что на это понадобится примерно два года. А пока вместе с краевыми чиновниками приехал на торжественное открытие временной переправы, которую за месяц соорудили служащие Восточного военного округа. Накануне замечательного праздника 1 мая Приморскому краю жителям Приморья сделан подарок. 150 метров в длину, 7 в ширину. Железобетонный мост стоит на двух опорах с деревянными сваями. Способен выдерживать до 60 тонн. Военные даже шутят. При хорошем уходе сможет простоять и все 10 лет. Тут же местные жители перешептываются – главное, чтобы так и не вышло. Конечно же, когда по временной переправе проезжает больший груз, у всех окружающих буквально замирает сердце. Особенно, если вспомнить, как крупнул мост Капитальный. И все же здесь проезд крупногабаритным автомобилем не запрещен. Для всех автомобилистов проезд открыли не сразу, только через три часа, когда закончился концерт. Звуки музыки сменило грохотание железных блоков, которая как минимум на два года станет симфонией Новолитовска. Тем не менее, сами местные жители такой обновки, хоть и временно, и безгранично рады. Ведь этот мост – единственная связь малого села с большим городом. У каждого своя проблема, конечно. В первую очередь, конечно, кредиты. Как ехать, как платить. Их, потом у меня внук учится, тоже, он говорит, это находки. Как его отправлять. В общем, помучились мы. Естественно, события. Или на лодках здесь переправляли нас, где ползали, это самое, на коленках. Конечно, это события. Я вот сегодня пришла с внуком, это самое. И мне просто, я вот, у меня слеза просто навернулась от радости. Но пока жители одного села радуются новой, хоть и временной переправе, по другим приморским мостам автомобилисты проезжают, затаив дыхание. Мост в Новолитовске стал первым, который обрушился в этом году. В марте упала опора моста на трассе Яковлевка-Кировка, а за день до праздника в Новолитовске частично обрушился один из пролетов моста в районе Уссурийска. И, судя по цифрам, это еще не конец. Специалисты подсчитали, в аварийном состоянии находятся 74 мостовых сооружения в Приморском крае. А более 400 мостов имеют износ близкий к предельному. Инна Щедрова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.